Дневной разворот Как сидеть дома, чтобы не поубивать друг друга во время того, что все общаются, никто столько времени обычно семью не проводит, как во время вынужденного карантина Ну вот пока мы тут сидели и разговаривали о дорогах, во время первой части город внезапно засыпало снегом И мы решили, что вполне можно выходить на улицу, соблюдать, конечно, положенные метры и лепить что? Снеговиков А в снежки играть как раз там нужна дистанция Но есть такая проблема, действительно, дети остались без школы, а значит, что у них очень много энергии Кружки тоже, многие прекратили свою работу временно И сидят подростки дома, ничего не делают, ну, в общем-то, бесятся от вот этой своей разрывающей изнутри энергии И куда это так направить, чтобы не пострадать и чтобы родители, в принципе, могли заняться своими делами Потому что кто-то все еще работает, кто-то работает на удаленке, но это все равно работает То есть дома за компьютером это не значит, что можно веселиться и в это время развлекать своих детей Вот, и мы сегодня поговорим об этом И в первую очередь мы хотим связаться со Светланой Занько, руководителем ИЦАЭ И наша коллега, у нее дочка Соня, ей Соня 13-14 лет Подросток Подросток, да Соня подросток, и она как раз среди тех детей, которые оказались в этой сложной ситуации Связанной с карантинными мероприятиями Но я на самом деле вообще, я так поняла, что ведь у них, ну, каникулы-то ведь не бесконечные Они должны просто продолжить учебу, нет? Ну вот сейчас были вроде как каникулы, а вот как их продлили, там будут уже какие-то дистанционные мероприятия Но это же всегда школа от школы отличается Кому-то дают очень много домашнего задания, а кого-то отпускают просто так вот, ну, так Чтобы и учителя не парились особо А, ну, то есть мне кажется, есть вариант, когда ты, ну, положенное время все проводишь онлайн То есть общаешься с преподавателями А есть вариант, когда, видимо, тебе просто дали каких-то домашних заданий Ты, грубо говоря, их сделал за два часа И вот дальше опять-таки предоставлен сам себе Видимо, тут об этом речь идет, или? Да, да, вот мы сейчас спросим Светлана у нас на связи, здравствуйте Добрый день, коллеги, добрый Итак, Светлана, мы хотели с вами поговорить Как же вы сейчас справляетесь дома, если яйца на удаленке И Соня уже не учится сейчас временно на карантине Как вот так вот вы вместе там ладите и чем занимается Соня в это время, пока не учится? Ну, надо сказать, что я-то на работе Я-то на работе, поскольку у нас все здание, где находится офис, сейчас пустое Здесь нет людей, то нет смысла находиться дома И мы ни с кем не пересекаемся То есть нас трое сотрудников, четверо Мы ни с кем тут не пересекаемся Все здоровы, социальная дистанция и прочее Да, это вот что касается, я не дома А дома у меня ребенок, Соня дома Как и все школьники И она, как и все школьники, получает задания от учителей дистанционные Еще получили даже до выхода из школы Они их, эти задания решают, учителям скидывают И получают постепенно инструкции от самой школы Через своих классных руководителей, через тьютеров И по тому, как составлять там свой режим дня И как обезопаситься, и как выстроить там рабочий процесс Но если честно сказать, то первые несколько дней Ребенок просто спал, я уходила на работу, она спала Переходила с работы, она в той же одежде, что и ложилась спать И это меня, конечно, спустя там пару-тройку дней Стало напрягать Я поняла, что мне самой нужно свой режим дня Выстраивать как-то синхронно с ее То есть будить ее утром, а не оставлять Давать рекомендации, сверять расписание Что ты сегодня должна сделать Поскольку ты пойдешь гулять, или мы вместе пойдем гулять на час Потому что все врачи рекомендуют в обязательном порядке это сделать Вот единственное, на что я не могу ее сподвигнуть Это на то, чтобы она делала зарядку При долгом сидении дома обязательно должна быть какая-то физическая активность Вот это проблема, потому что я и свою-то физическую активность толком не выстраивала Но вот глядя на нее, меня сейчас очень это беспокоит Школы же сами, мне кажется, только находятся в процессе еще поиска решений Понятно, что несмотря на то, что школы очень сильно пытались цифровизоваться за эти годы Мы не на уровне Москвы еще сейчас находимся Но довольно быстро, буквально там оперативно, ежедневно приходят инструкции, рекомендации И я думаю, что просто сейчас такой период был взят псевдоканикулярный А через пару-тройку дней уже настроится такой серьезный онлайн-режим Ну не знаю, я пока что так вот догадываюсь Ага, а вот у меня как раз небольшое недопонимание было по поводу того Вот сейчас-то в итоге были какие-то каникулы или они все же учились? Ну, я еще раз говорю, вот сейчас они, получив задания от учителей Решали задания с тем, с которыми ушли на этот непонятный период Да, назовем его карантином Какая разница, собственно говоря, каникулярный, не каникулярный Просто идет отстройка учебного процесса Потому что еще сами не понимают, я думаю, что учителя из школы Как будет выстраиваться это окончание учебного года Потому что должны были писать сейчас вот эти знаменитые выборы Проверочные, да, какие-то, да И их куда-то должны перенести Подготовка к экзамену, подготовка к ЕГЭ То есть вот сейчас, мне кажется, настройки такие происходят Но вот эта нагрузка, которую сейчас вот дают, она, на твой взгляд, достаточная? Чтобы занять ребенка так, чтобы вот он... Сидел Я не знаю Я бы хотела тоже сама какого-то определенного понимания Но, мне кажется, сейчас бессмысленно и бесполезно Требовать отчета от школы или от кого-то там Она достаточна или недостаточна, это нагрузка сегодня Потому что все находятся в ситуации некоторого шока Вообще все, каждый человек буквально, неважно, чем он занимается В каком он возрасте И надо просто спокойно сейчас выстраивать коммуникации и режимы И дать возможность школам тоже осознать эту ситуацию И вместе со социалистами учебные процессы дистанционно отстроить ИЦА что-то сейчас планируют для подростков? Не знаю, возможно, какие-то лекции онлайн, еще что-то? Вот информцентр по атомной энергии, руководителем которого я являюсь Тоже все процессы, конечно, переводят в онлайн И прямо вот сейчас, пока я с вами говорю, у нас идет онлайн-обучение То есть в первую очередь ежедневные селекторные встречи С коллегами мы обмениваемся опытом и переводим этот опыт в онлайн-режим Это первое Второе, специалисты связываются по своим сетям техники с техниками Креативное сообщество с креативным сообществом Третье, не оставляется работа со спикерами, с учеными Которые уже сейчас начали в онлайне давать не просто лекции А именно онлайн-общение со всеми желающими Вот у нас буквально в субботу была встреча с водовозовым, известным врачом Который отвечал на вопросы, в том числе и кировчан в онлайне По поводу ситуации с коронавирусом А в четверг у нас тоже такая же лекция Тоже с двумя известными личностями Которые тоже будут говорить про заболеваемость и так далее То есть вот все анонсы мы выпускаем Кроме того, естественно, мы открыли и подняли все возможные записанные хорошие вещи У нас открылся проект лекторий на диване Мы призываем Я понимаю, что очень много ссылок сейчас открылось, очень много порталов Но тем не менее мы тоже это делаем А лекторий на диване, когда ты слушаешь лекцию К тому же там привязаны еще викторины Ты можешь что-то выиграть, пообщаться с нами и прочее Конечно, в нашей группе ВКонтакте Мы сейчас вот эту активность, онлайн-активность развиваем И тоже думаем, а что могло бы быть именно нашей аудитории Интересно в условиях, когда открыто практически все Не выходя из дома, можно и в театр сходить И кино бесплатно посмотреть И научпоповскую лекцию послушать И с кем-то пообщаться Это наша история про то, что в Кирове кировчане, сидя на месте, могут напрямую с этими известными врачами и учеными и так далее О нынешней ситуации вон-найне поговорить У нас есть такая прямая возможность, больше ее ни у кого нет Спасибо большое, Свет, за комментарий Это была Светлана Занько, руководитель ИЦАЮ Я, наверное, думаю, мы сейчас прервемся на 30 секунд на небольшую рекламу Потом продолжим Продолжаем дневный разворот Говорим о том, как выжить в условиях коронавируса в собственной квартире со своей семьей Найти общий язык, что делать с подростками Собственно говоря, об этом На самом деле, я думаю, что проблема может стать еще острее Если вдруг закроют детские сады Потому что подросток хотя бы не сидит верхом на тебе, пока ты работаешь То есть я как человек, который ушел на удаленку еще до того, как это стало мейнстримом Могу сказать, что, конечно, это даже физически тяжело Когда дома дети, и вот они давлеют над тобой Причем в прямом смысле слова Не так рада тебя видеть Наконец-то У нас на связи Марина Лихачева, психотерапевт, руководитель рекрутингового агентства «Карьера» Марина, здравствуйте Добрый день Мы вот хотели вас спросить Почему же дети, подростки, они так не любят ходить в школу Но без школы они не могут себя найти И вот столько мы слышали о том, что они сидят дома, ничего не делают Либо просто теряются в пространстве и во времени Ну, такая характерная особенность для подростков Она типична Потому что это взрослеющие дети Которые уже считают себя взрослыми Но пока у них недостаточно навыков, чтобы себя самоорганизовать И школа — это такой механизм, который позволяет Снавать какой-то режим дня, какой-то уклад жизни И ребенку вписываться в этот уклад Либо бунтовать против этого уклада И когда эта структура рушится, то ему не против чего бунтовать А по-другому он не умеет То есть им нужно устроить что-то, против чего нужно бунтовать? Нужен конфликт? Им не нужен конфликт, им нужно что-то, от чего они могли бы оттолкнуться Да, им нужно что-то оспаривать То есть это еще... Они пока не могут что-то созидать новое, прям с нуля Они могут брать старый и его оспаривать Или подвергать сомнению Ну вот смотрите, да, Марина, слышали, наверное, что продлили вот этот школьный карантин до 12 апреля То есть достаточно притяженно он по времени получается Вообще вот с учетом вот этих психологических особенностей подростка Родителям вообще реально настроить работу так, чтобы ребенок учился, делал, я не знаю, зарядку Или просто уже нужно расслабиться и принять как данность, что вряд ли это все получится И не стоит так из-за этого переживать Ну, смотрите, карантин, вот да, такой вынужденный карантин Это прежде всего вызов для родителей и для педагогов Да, им нужно... Педагогам нужно перестроить учебный режим И дети уходят на такое самообразование И родителям тоже, им нужно детей как-то проконтролировать, как они любят, да Им нужно понимать А сейчас родители тоже сами растеряны Поэтому здесь вот очень важно, как педагог отреагирует Как он будет выстраивать дальше систему образования Потому что, конечно же, просто накидать упражнения, какие-то задания детям И ждать, когда они задут То это скука скучная Для всех Для подростков, для родителей, для учителей И, конечно, очень долго в этой скуке находиться тяжело Поэтому это вызов для педагогов Как они смогут сделать в таком режиме занятия интересными Как они могут давать задания, которые будут стимулировать детей Хотя бы что-то искать в интернете Не просто ответы, а размышления Возможно, устраивать какие-то дискуссии Но это момент как раз, когда есть возможность Делать, вернее, позволить ребенку Стать более самостоятельным и ответственным То, на что зажалуются все педагоги и преподаватели Но школы же это не только учеба Это еще и коммуникация со сверстниками Это себя показать, на других посмотреть Вот это как компенсировать? Дома сидя Конечно, но я думаю, что сейчас в соцсетях Очень многие дети могут реализоваться И реализовать свои потребности в коммуникации Она, конечно, не такая, как в живом общении Это, конечно, да Но это какой-то заменитель для этого Да, при том, что как бы можно устраивать Какие-то заученные конкурсы Да, там, не знаю, о чем-то Кто там придумает лучшую тему для нового урока Или еще что-то Но какие-то моменты, чтобы дети себя чувствовали В коллективе Для этого есть чаты, да, какие-то В ВКонтакте, в Ватсапе Да, где дети начинают обмениваться Причем у них есть же чаты, где есть родители Где нет родителей Где есть педагог, где нет педагога В принципе, они общаются Но, конечно, сидеть дома тяжело Это правда И взрослому тяжело А есть какой-то способ, чтобы вот облегчить ребенку Вот это времяпрепровождение в четырех стенах? Какое-то, не знаю, упражнение Ну, упражнение Ну, первое, это, конечно же, придерживаться режима дня Это, наверное, самая такая фундаментальная рекомендация Но что такое для подростка режим дня? Это ложиться и вставать примерно в одно и то же время Плюс-минус там полчаса Все остальные рекомендации подросток просаботирует Так же, как просаботирует весь список заданий, которые мы ему подготовим Но вот в это время, когда ребенок скучает Это вообще подарок для родителей Потому что они могут с ним пообщаться И если у вас были какие-то сложности с подростком То, несмотря на усталость, начинайте с ним общаться То есть он от безысходности будет общаться с вами? Да, да Не упустите свой шанс Спасибо большое, Марина, за ваш комментарий Это была Марина Лихачева, психотерапевт, руководитель агентства «Карьера» Ну, правда, я вот под таким углом не думала Я вообще, конечно, не завидую на самом деле сейчас родителям подростков А у кого-то же еще не один подросток Хотя, наверное, один ребенок больше скучает, чем если у него есть брат и сестра Допустим, и они все вместе скучают Они могут хотя бы домашний театр сделать Организовать свою собственную политическую партию Чем интересуются современные подростки? Ну, с другой стороны, мне кажется, что подростки, наверное, сейчас очень быстро найдут выход для себя В плане компенсации именно общения, которого они сейчас недополучают Они наверняка объединятся уже не только в чаты, в какие-нибудь, наверное, конференции по скайпу Конечно, в каких-то школах дистанционное обучение – это тогда, когда преподаватель видит всех То есть у всех включены веб-камеры, и они, в общем-то, видят друг друга Пусть это, конечно, невозможно никого толкнуть, пнуть, почесать там за бачок А у нас на связи Роман Соловьев, руководитель школы «Верх», методист дома детского творчества «Вдохновение» Роман, здравствуйте Добрый день Мы вот тут говорим о подростках и как их занять в то время, пока они сидят у себя дома И при этом пытаются саботировать все задания, которые вы им даете Да, и своих родителей не воспринимают особо всерьез в таком возрасте И страдают от отсутствия физической нагрузки и каких-то таких веселых форм, где они вовлечены в коллектив Что вы нам можете посоветовать, как специалист по досуговым формам для всех детей разного возраста? Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать родителям, что то время, когда они пытались детей убрать от компьютера Это время пришло сейчас, что они будут находиться максимально у компьютера, чтобы взаимодействовать с окружающим миром И я бы порекомендовал родителям как раз подсказать подросткам, своим детям Личные порталы, где они могли бы подчеркнуть всю нужную информацию Есть в данный момент очень много предложений, как и на сайте, к примеру, все онлайн Различные курсы, походы в кино, походы в библиотеки, походы в музеи Все то, что дети раньше откладывали, сейчас они могут использовать взаимодействие Очень увлекательное курсы на Фоксфорде Там все в игровой форме, время выучить английский Это очень увлекательное время, когда можно в интересной форме взять и выучить Наши педагоги взаимодействуют с детьми с помощью челленджей Каждый день присылаются детям различные задания по физической культуре Что-то у нас прерывается связь Роман, вы идите, пожалуйста, к окну или где-то, где связь хорошо ловит А то мы вас плохо слышим временами Про челленджи мы слышали Высылаются задания каждый день По физической нагрузке Это как? Это открыть ногой бутылку, как вы ходили по интернету видео? Ну, можно и так сказать Самое простое, сколько простоять в планке Сделать различные упражнения Самое интересное, что это не просто задания в виде 10 раз в прессе 10 раз аджаться, 10 раз делать упражнения на пресс А что-то в креативной форме Чтобы было интересно и детям И соревнования между детьми устраивать в онлайне Когда педагог совместно со своей группой Говорит, на 3-4, а теперь все встаем в планке И дети перед ноутбуком стоят И педагог смотрит, как это происходит И дети между собой взаимодействуют Смотрят, кто дальше простоит Это весело Я бы тоже в таком случае Ну, это именно должен быть какой-то вызов, да? Получается, а можно вот эту же методику попробовать Применить родителям То есть родитель, например, уходит из дома и говорит Антон, а ты сможешь, пока меня нет, сделать там, не знаю 10 подходов по 10 отжиманий Записать это на видео, скинуть мне на работу Ну, то есть как-то так, что сделать? Мы предлагали даже вызовы совместно с родителями О том, что давайте идти дома И многие родители сейчас тоже на удаленку переходят И они соревнуются уже между сотрудниками Чьи дети дольше простоят И чьи родители дольше простоят Тем самым мы вовлекаем их в учебный процесс родителей И показываем, что ваши дети занимаются И вы давайте тоже подключайтесь к этому движению А с английским языком, допустим, это так может сработать? Потому что физическое, да, это проверь себя на прочность А английский, походы в театр и в кино Да, к примеру, наши педагоги задают задание Сейчас вам нужно найти самую высокую точку в Америке И одновременно, кто быстрее найдет на картах Тот и выиграет, получает дополнительные баллы То есть, как соревнования в викторину устраивать Очень увлекательно И как раз показывает с помощью современных технологий Как можно повзаимодействовать Устроить какие-то соревнования Не отрываясь, так скажем, от учебного процесса Роман, смотрите, вот до вас общались с Мариной Лихачевой, психотерапевтом, руководителем агентства карьера Она высказала такую мысль, что карантин Это прекрасная возможность для подростков Проявить свою самостоятельность Которой так им порой не хватает Как считаете, вот эти длительные, вынужденные Каникулы обучения, я даже не знаю Назвать сейчас этот процесс Он поспособствует тому, что подростки действительно Вот они уже когда вернутся к вам Вот вы посмотрите на них, скажете Действительно, то есть вот Самостоятельные люди Ну, не то, чтобы прямо уж совсем, да Самостоятельные люди, но Подросли Какие-то, да, положительные влияния Мы стараемся не терять контакт с сотрудниками Это не значит, что карантин И все сидят дома Занимаются тем, чем им Так что им предложит интернет Самостоятельность будет в том В их выборе Наша задача как педагогов предложить Чем заняться А вот самостоятельность ребенка Будет как раз в том, что он выберет И очень интересно смотреть о том Что многие родители говорили Дети будут сидеть дома Играть в игры Смотреть кино Ничего не заниматься Мы же смотрим обратную динамику Да, вначале дети действительно хотели отдохнуть Потому что это время Когда после школы Нагрузка Вроде бы дома нужно выспаться Но детям становится интересно Что-то изучить Детям становится познавательнее Узнавать что-то новое Когда до этого у них не было на это время И вот как раз их самостоятельность Выражается в том, что они начинают заниматься тем, что им интересно Ничего себе Детей недооценили То есть это всем разным И английским языком Кто-то действительно занимается сам С себя дома сидит Нас некоторые молодые люди начали готовить Понимаете, когда у вас школа, дом, учеба И у тебя некогда заняться каким-то творчеством Это печально А здесь, пожалуйста, займись тем, чем ты хочешь Молодые люди начали пробовать что-то приготовить Необычное Девчонки начали изучать Как программировать телеграм-ботов Девочки начали делать маски для инстаграма Пожалуйста, почему нет? Вообще это прогрессивно, да Это классное умение Спасибо большое, Роман, за рассказ ваш Это был Роман Соловьев Руководитель школы Верх Методист дома детского творчества Вдохновения Ну вот недооценили, правда, подростков Видишь, они уже сами начинают Они скоро сядут за программированием У нас, возможно, пока мы тут сидим на карантине Появится какой-нибудь новый портал Мессенджер Минимум Уйдем на рекламу Продолжается дневной разворот Обсуждаем, как выжить во время коронавируса У себя же дома И как выжить особенно подросткам Это ребятам, которые остались сейчас Без посещения школы Без общения со сверстниками Такого оффлайнового, скажем так Ну вот смотри, видишь, на самом деле Мне кажется, сейчас Вот в наше время Это не такая большая проблема Потому что вот как мы с тобой только что За 10 секунд до начала эфира выяснили Когда ты компьютер увидела впервые? В восьмом классе В восьмом классе Я впервые села за компьютером в 10-м, наверное, классе Это были программирования Ну какой-то вот эту ПК То есть там стояли старые-старые такие электроники На которых мы учились выполнять там несколько команд Go to И еще какие-то операции Конкетинации Я не помню даже, как это называется Но они были настолько древние Если ты вот так вот топнул ногой по полу То выключались все компьютеры, которые стояли в ряд И, соответственно, те, кто что-то делал У них все это Не было кнопочки контр-лес, к сожалению То есть нельзя было сохраниться И все это начать сначала Наоборот, все приходилось начинать сначала И не было какой-то возможности сесть, например Начать там кодить что-то интересное Вот делать вот эти же маски в Инстаграме То есть как-то подтянуть свои навыки Но были другие развлечения Все равно оставались книги Оставалась возможность рисовать, писать Я, например, не рисую Не рисуют многие То есть все, что тебе оставалось Это действительно читать Все А писать Писать Вот я помню, что я в 12 лет писала роман Вот когда были каникулы И меня отправили в деревню В деревне был дождь И больше ничего не оставалось Но так или иначе Да, действительно, телефоны, компьютеры Теперь у всех И даже дистанционное обучение с телефонов проходит Вот я видела видео Как учитель физкультуры Задает какие-то задания детям Оставляет их там на 10 минут То есть через 10-15 минут перекличка И через 10-15 минут Все должны ему скинуть видео На которых они 10 минут Чем-то занимаются То есть получается уже Смухлевать-то не получается То есть тебе придется это выполнять И выслать это видео На котором ты что-то делаешь Ой, ну сейчас можно смухлевать Ты записываешь одну минуту А потом ее просто бесконечно повторяешь Ну даже заметно будет Смотря какие у тебя таланты С такими программами Которые занимаются видеомонтажом Потом я еще вспомнила Есть такая штука интересная Геогессер Да, очень классно Это же тоже прекрасная возможность Подтянуть и язык Для тех, кто не знает, расскажу Тебя закидывает в любое рандомное место На карте мира Это программа Сайт Да, сайт То есть ты заходишь туда Онлайн-карты Онлайн-карты Нажимаешь старт И оказываешься на улице Либо в лесу В общем непонятно Ты оказываешься в любом месте И тебе нужно угадать Где ты находишься На всей планете На всей планете Ты можешь перемещаться Смотреть на какие-то указатели Конечно, можно погуглить Можно добраться до ближайшего указателя Найти какое-то географическое название Погуглить его И примерно понять, где ты находишься Ну, хотя географические названия Они по всему миру повторяются Не так легко, на самом деле Найти какой-то ближайший указатель Ты начинаешь гуглить и магазины Ты начинаешь там почтовые индексы гуглить Это действительно увлекательная штука Я думаю, что во всем интернете Очень много увлекательных вещей Действительно много Можно всего освоить Пока у тебя есть свободное время Была бы мотивация и заинтересованность Потому что, вот, очень правильно говорила Марина Допустим, про режим дня Если у тебя поплывёт режим И ты путаешь, где день, где ночь У тебя сразу портится автоматическое настроение Ты начинаешь себя не любить Всех не любить С родителями ругаться И это то, что может действительно долго держаться И вот может пройти так две недели Вот в этой пассивной агрессии И депрессии И потом выйдет совершенно другой подросток Из комнаты Ну, слушай, режим дня Важен на самом деле не только для подростка То есть если ты переходишь на удалённую работу Режим дня — это первое, о чём ты должен помнить Потому что, правда, если ты вдруг себе позволил Какое-то послабление В ту или иную сторону К сожалению, в иную сторону Я, например, себе Да, лень, она такая цапкая Она берёт сразу тебя в объятия На самом деле проблема не только в лене И не столько в лене Проблема ещё и в переработке В которой тоже ничего хорошего на самом деле нет Потому что в какой-то момент Ты всегда работаешь Ты работаешь всегда Ты не видишь краёв Ты не видишь границ, ничего То есть ты пол восьмого открываешь этот ноутбук И пол восьмого ты пытаешься его закрыть Но у тебя не получается Ты постоянно что-то делаешь Обновляешь, смотришь Тут передвинул, здесь поменял То есть есть и другая сторона медали То есть почему-то, когда говорят об удалённой работе Все говорят о какой-то лени Но есть и другая проблема Невозможность переключиться от работы Да, это такое залипало То, что тебя размазывается по всему дню И нету такого, что вот я сейчас ушёл с работы И я пошёл веселиться с друзьями Пошёл в кафе И я о ней больше не думаю Если мне не позвонят, не придёт сразу Какое-то срочное сообщение Более того, я тебе скажу даже Когда ты отвлекаешься на какой-то обед Ты начинаешь автоматически испытывать чувство вины Которое берётся непонятно откуда То есть ты вроде бы думаешь Ну так, если бы я сидела в редакции У меня было бы точно такое же право на обед Я куда-нибудь ушёл бы и пообедал А здесь у тебя постоянно что-то кликает Пиликает, ты на это отвлекаешься То есть ты не можешь толком не пообедать Не поработать И приходится прямо прикладывать усилия Чтобы закрыть новый блок и сказать Так, у меня обед Который мне положен по законодательству По морально Ну то есть это самое время Завести режим дня чёткий То есть понимать Когда у тебя обед, когда у тебя ужин Сколько это всё дело длится И сколько времени ты тратишь на работу Потому что тогда от этого зависит Не только твоя продуктивность А твоя жизнь в принципе в домашних условиях А у нас сейчас на связи Надежда Бушмилева Семейный психолог Надежда, здравствуйте Здравствуйте Мы вас хотели спросить Как устроить свой быт дома так Чтобы и самому не пострадать И всё сделать И ни с кем не перессориться Из домашних Пока все дома Очень увлекательная сейчас актуальная тема На самом деле очень важно Заранее договариваться со своими домочадцами О том, что сейчас у нас ситуация вынужденная И если раньше мы могли друг от друга Отдохнуть где-либо Например, на работе, в садике или в школе То сейчас мы будем 24 часа в сутки вместе И давайте как-то существовать Ещё это делать мирно и дружно Заранее договариваться о самом даже дне Лучше всего вечером планировать Каким образом сложится завтрашний день Потому что у кого-то есть планы Кто-то хочет, например, рисовать, читать, петь и танцевать А у кого-то необходимо, чтобы была тишина Чтобы поработать с документами Поэтому мы находим время И для шумных каких-то мероприятий В пределах своей квартиры И для спокойного времяпрепровождения Чтобы думаем не только о себе любимом Но и о тех людях, которые нас с вами окружают Дальше важно чётко формулировать Какие у вас есть желания Потому что одно дело Когда я что-то хочу Но люди, живущие рядом со мной, об этом не знают И любое моё действие воспринимают Как нарушение их собственных границ Поэтому если я говорю Я сейчас хочу принять ванну или душ Дайте мне для этого минут 30-40 То домочадцы, они в принципе понимают Что у мамы есть такое законное желание И она может его реализовать А свои уже желания, например Которые связаны с игрой в ванной С водой ещё с чем-либо Они могут уже спланировать После моих каких-то движений Дальше вот смотрите про границы Дело в том, что у каждого человека Есть потребность в уединении И если мы с вами вместе проснулись Вместе позавтракали Вместе начинаем что-то делать Это, конечно, здорово Но рано или поздно наступает желание Просто я хочу побыть один или одна Поэтому у каждого должна быть Своя собственная территория Даже если в однокомнатной квартире Мы рекомендуем найти, например Где-то там подоконник, стол, диван Но сделать всё для того Чтобы у человека, особенно у детей Было ощущение, что они в таком своём Роде домике, да То есть посидели немного один на один Поиграли Или там, например, мы взрослые книгу С вами почитали Или просто взяли чай, попили Но мы в это время Побыли сами с собой То есть у нас есть наши границы Наша личная территория Наши какие-то личные желания Ощущения и потребности И о них, пожалуйста, мы тоже Не будем с вами забывать Ну и, конечно же, тоже очень важно Что в любом случае Когда мы с вами взаимодействуем У нас так или иначе Могут назревать какие-то конфликтные ситуации И вот как это в данное время Разрешать Ну, во-первых, мы с вами можем точно Как взрослые Понимать, что надо детям Они не могут быть всё время В замкнутом помещении И поэтому мы всё равно с вами Выходим на улицу И даём им дышать свежим воздухом Сами, разумеется Это делаем тоже С соблюдением определённых тех рекомендаций Которые нам с вами дают врачи-инфекционисты Также мы понимаем Что даже дома Мы не можем всё время Говорить детям Тише, тише, тише И бывает время Когда мы можем, например Громко петь Разрешать им прокричаться Попеть вместе с ними Устроить какие-то шумные игры Там бои с подушками То есть выплеснуть этот эмоциональный накал Который внутри назревает При сидении дома Ну и всегда говорю Что женщина Это такое Скопление мудрости И если мы чувствуем Что у нас домочадцы Не сейчас Ежеминутно прямо могут взорваться То тогда Я всегда говорю Детей И себя можно привезти в ванную Включить как Послушать как шумит вода Успокоиться Умыться Если вдруг чувствуете Что конфликт назревает И ещё Очень важный момент Уметь правильно продышать Любую ситуацию Это просто легко Главное Чтобы это довести До осознанности То есть до состояния Что я сейчас Хочу Высказать вам Всё что у меня накопилось Но я понимаю Что это будет дальше Развитие конфликта Нет Пожалуй Я конфликт Отложу на потом Потому что мы Вынуждены сейчас Быть все вместе И для меня Атмосфера в семье Очень-очень важна А знаете Ещё вот такая Маленькая хитрость Есть Тоже замечено Что если Например В доме Пахнет Ароматным травяным чаем Например Корицей Выпечкой Или ещё чем-либо Таким приятным И уютным То у людей Уже нет особо Сильного желания Конфликтовать Или выяснять отношения Также можем легко Использовать Всевозможные Маленькие хитрости Такие как Например Которые понижают Уровень конфликтности Или тревожности Да Это всевозможные Эфирные Натуральные Аромамасла Которые очень хорошо Работают При Взаимодействии С нашими домочадцами Да и со взрослыми Тоже Например Знаю что Аромамасла Ромашки Лаванды Оно всегда Снимает Состояние Тревожности И Агрессивности Поэтому Вот я думаю Используя Эти Небольшие хитрости Можно Неплохо Пережить То время Которое Настало У нас С вами Спасибо Большое Надежда За ваш Комментарий Это была Надежда Бушмелева Семейный Психолог Дала Вот пару Таких Лайфхаков Как Успокоить Себя И своих Домочадцев Не только С помощью Разделения Разграничения Какой-то территории Но вот и такие Вещи Как Испечь Булочки С корицей На самом деле Это же так Ты приходишь Когда в квартиру Там пахнет Горячими булочками Ты не будешь Злым человеком Потому что нет Такого злого человека Который не подобреет От запаха горячих булочек Мария Кожевникова Вот у нас пришла Читать новости Какая-то очень уставшая Наверное Ей тоже нужно Испечь булочки С корицей А мы на этом Завершаем Дневной разворот Соня Демина Дарья Топузли И попрощаемся